Да, но самое интересное, представляешь, вот это письмо нам написали люди, которые еще живут, и это пенсионеры, представляешь, как им должно быть тяжело и страшно, это они писали, они верили, что в семнадцатом году будет рай на земле, коммунизм, здоровая жопа, что вот в ней помещается все, как черная дыра, какая-то у меня сингулярность просто, мальцев грипп, то есть я уже достиг высот, завтра вообще ничего не случается, вот я уверен, что завтра случится все, но предположим, вот этот один человек выходит, смотрит, а больше нет никого, я просыпаюсь шестого, это пятый одиннадцатый, я просыпаюсь седьмого, это пятый одиннадцатый, и сколько бы, блять, я не просыпался, и где бы я не просыпался, это будет день сурка, и когда таких людей станет, как невероятное количество, режим просто чисто физически отпадет, но я надеюсь, что их станет уже много завтра, ну или по крайней мере, то есть мы включаем пятый одиннадцатый, день сурка, мальцев хуило, то есть я уже и грипп, нормально, да так, Мне вот просто обидно, мне 53 года, и меня всегда обвиняют в тех вещах, которых у меня нет, в том, что я алкоголик, а я абсолютно не пьющий человек, или в том, что я там вот гомосексуалист, Хотя у меня совсем другие слабости с точки зрения сексуальных женщин, и моя слабость, я женатый человек, поэтому как-то вот, ну странно это, ну что они такие, мне самому что ли написать на себя, почему они не могут ничего откопать, эти скоты, мальцев как джинн из лампы, я раб лампы, я раб лампы, мальцев сатана, роги позади, да, ну хорошо, Что же, это... Вам они тоже нравятся? Не только, не только у сатаны роги, помнишь, как это, я уже рассказывал, наверное, это я повторюсь, когда Искандер двурогий, то есть Александр Македонский, он когда пришел в Египет, тоже рецесета порешили, что Египет будет спротивляться, если Искандер не является сыном Бога, а если является, то Египет сдастся без единого, грубо говоря, выстрела. И главный старший жрец Сьета приехал с дорогими подарками и попросил у Македонского единственное потрогать его голову. Тот был в челме, потому что Македонский придумал челму, у него на голове были наросты у Македонского, и он пытался таким образом, ну как бы, это защитить, чтобы не видно было. Ну, тот согласился, залез ему под эту челму, пощупал и нащупал там рога. И после этого Египет признал Македонского богом, и, в общем-то, это единственное место на земле, где никто не противодействовал его власти, все его с удовольствием приняли. И когда он умирал, он попросил, чтобы его похоронили в Египте, в городе Александрия, который он сам сделал, и до сих пор его могилу не найдено. Так что рога, наверное, не всегда плохо. Как же это ничего не будет-то? Уже все есть. Спасибо. Так что, да, мы включимся в ноль часов. До свидания. До свидания.